Там, где не видно тёток с пирожками, в которых притаился ноготок, в воде неалочных, ввысь, над сухотравьем, над ворохами сиденьких кустов, над ворохами пурпурных стуфеев, поверх колючих локонов чернополоха, украденных и пеником обычным, над камышом, анисом и крапивой открылись синеватые холмы. Они кудрявы, дымные, туманные, как будто есть пространство во Вселенной, где кончилась земля, а небо ещё не начинается. И вот земля смиряется пред воздухом, и знаком примирения становится прозрачнейший туман, в котором небо обретает вид искомой огромной огневидной линзы. Солнце скользит по ней, и в кружевах у нас скользит по ней, и тянутся лохмоти земных трудов, рассветов, вечеров, и праздников, и ссоров, примирений, и всё тянутся, пока не уйдут за горизон. Но линза неба тоже скользит, она ясна, и грани нет на ней. Она так веселая, совершенно так царственная, так пышно молода, что я слепла, если б не туман, да перистые облака. Туман мелкозернист, он весь как бы из гальки, что собиралась в заповедном водоёме тысячелетия. Глаза под плёнкой воды, отверть, моя, отверть, а каменные зёрна шелестят, пересыпаются в ладони западного ветра, пока восточный ветер не поднимет их, чтоб северу отдать на растерзание, и смерчи полевые выведут, как души неоплаканные, будто вдовы терзать из знака сна усиленных мира. Неважно, что с какой он будет идём, отверть, отверть, как тихо-малинских глин, пересных легчайших облаков, и это зрелище светлейшего полёта, и это зрелище небесных шуравлей, давно-давно покинутого дома, яблочного сада земляника и молоком, и мёдом. И вот любовь зашевелилась в сердце. Отец, супруг мой, мой любимый брат, но шуравлиный глин спешит на юг, стальные перья, распростав как стрелы, спешит на юг, о нет, на юго-запад, на юго-юго-запад, как стрелаты, над старчаткими завитками парка. И вот в воздушном токе уже развиты капли кровли жертвенные, врачи вещают в закат. Ворона жмёт церковь отопления, пустеют пенсионные беседки, влюблённые нахмурьно бредут, исчезает запах угля и мяса. Прохладный ангел взял ночной сок и окунул его во влаги лица. Пахнет прельно, таинственной грибницей, которая растёт лишь ночью, подкорчённой листвой, сыром обрагом, так мёдными лородями. И надо всем, светлак огнём, ропанно прекрасно сияет линза неба. Сквозь туман мёртвы, фернистые тоненькие волны, окудавшие всю середину сферы, поверх которой линза точно море. Мне думается, я вижу подземное медлительное море на чаше древних огненных пород, подкарстовую круглую ладонью, как отражение неба. И оно волнуется холодными осенними ночами, прикурив к новолунию, когда бессонница сидит при стопах сна и молится, и просит примирения. Измайлова дыхание в глубокую. Оно всё тише. Вот и первый юник. Спасибо. Так. Сейчас скоро подойдёт Ирина, но пока она не подошла, я мне не могу покупать. Я вам поддаю вас большое спасибо. Ирина пришла на первый юникат. И было, была на всех вишках. Она никогда ничего не говорила. Она не только... Она вообще-то сейчас существует. Они существуют. Можно? Алексей. Можно, можно, можно. На стихи можно посмотреть. Распечатки.